За последнюю неделю два подростка в Березовке и Девногорске пытались причинить себе вред. Они получили задание в так называемых группах смерти. Детей удалось спасти. Тем временем, наряду с сотрудниками Следственного комитета, к расследованию групп подключаются уже и родители. Подробности далее. Либо сектор, либо это теракт. Потому что вырубается целое поколение. Фотографии с преобладанием темных тонов, фраза «чете бытия» — это страница красноярского подростка, который, как предполагает Александр, тесно общается с его дочерью. Изучать список друзей мужчина начал после того, как девочка рассказала. Ее знакомая на себе поняла, что значит быть в тех самых группах смерти. Она сказала, что девочка взяла себе, порезала руку и вошла в эту игру. Потом испугалась и начали писать. Кстати, уже в милиции она сказала, что все-таки угрожали убить родителей. Собственное расследование, которое начал Александр, шокировало мужчину. Он уверяет, в Красноярске тем или иным способом с группами смерти связаны сотни детей. Когда я зашел в контакт и пошел по друзьям, я в ужасе. Потому что практически все-все-все охвачены. И не только ее друзья друзей, из других школ и лицеев. И у некоторых просто стоит на верху дата. Там написано, отчет дней. Он идет в обратном порядке. Только за последнюю неделю, говорят следователи, в Березовке и Дивногорске родители еще двоих детей обнаружили, что они состоят в тех самых группах. Девочек выдали порезы на руках. Считая с ними, в Красноярске это уже пять человек, попавших под влияние групп смерти. Причем все подростки из благополучных семей и говорят, в сообщество вошли только из любопытства. Тем не менее, все больше когда-то тайных групп оказывается под присмотром следователей. Активность в выявлении таких групп и выявлении подростков в этих группах проявляют сами дети. То есть школьники сообщают директорам школ, родителям, которые в свою очередь сообщают правоохранительные органы. И таким образом удалось установить несколько фактов. В свою очередь психологи уверяют, если ваш ребенок начал вести себя подозрительно, у него появились новые знакомые, он больше времени проводит в сети, в первую очередь присмотритесь к себе. Пусть даже подросток становится в позу и заявляет, ему никто не нужен. Главное – проявить участие. Если родители высказывают заинтересованность в жизни, что ты сейчас на нас сердишься, а мы будем готовы тебе помогать. Ты сейчас нас не хочешь признавать, а мы всегда рядом с тобой и нам не все равно, что с тобой происходит. Поверьте мне, подростки это запомнят. И, пожалуй, главный совет не стоит резко и радикально ограничивать свободу ребенка, пытаясь выяснить всю правду. Такое вмешательство может только испортить отношения между взрослыми и детьми. Владимир Ракел, Владислав Рыбаков, Прима, новости.